Так вот, смотришь на эту красоту и не веришь, что ты на Большой Членовозной, которую некоторые добропорядочные граждане все еще по ошибке называют Новым Арбатом. А кто-то, возможно, даже еще помнит, когда это был Калининский проспект, он же проспект Калинина. А сейчас, благодаря мэру, здесь расставлены вот такие невероятные прекрасные красоты. Нельзя говорить масло масляное, но я все равно скажу, потому что действительно очень красивые цветочки и чудесно душа радуется. И позволю среди этого благолепия, уважаемые зрители, поделиться с вами парочкой своих мыслей, ибо предыдущий ролик остался несколько незавершенным. Что ж, Айнур Бергалин, муфтий Духовного управления мусульман Башкортостана, стал автором молитвы за победу солдат России в Украине, на Украине. И теперь каждую пятницу эту молитву будут читать в мечетях Башкортостана, прекрасной Башкирии. Такая вот интересная новость. Я ее никак комментировать не буду. Добавлю только, что РПЦ, как это управление, ну не управление, как-то это по-другому у них называется, в Башкирии также поддержит эту инициативу, и будут проводиться дополнительные молебны. Не знаю, как это называется, но знаю, что молиться надо. Надо, молиться надо. Что тут скажешь? Добрый вечер, уважаемые зрители. С вами снова я, Захарыч Блаженный. И вот она большая, членовозная. Такая она вся гудящая, звенящая и вся такая томящая. Она расположилась и катится волнами. Между тем, как пользователи популярной платформы Телеграм вчера испытывали с ней большие трудности. Причем кто-то этих трудностей не заметил вовсе, а у кого-то были мощные сбои и так далее. И говорят преимущественно в Москве и Московской области. Так интересно, но тем не менее и злые языки утверждают, что это Роскомнадзор таким образом тестирует грядущую блокировку. И все, все может быть. Удивляться ничему не приходится. Особенно с учетом их безобразнейшего поведения в отношении Ютуба. А вот печалька, печалька. Словно бы мир разделили на сектора и Россию, замкнутую в своем секторе, подвергают изоляции. Тем не менее, призываю вас к диверсификации. То бишь, пользуйтесь не только лишь Ютубом, но и Телеграмом, не только Телеграмом, но и пользуйтесь даже пусть и Рутубом, пользуйтесь Бастионом, пользуйтесь разнообразными платформами. И блогеры, и аудитория. Друзья, подписывайтесь, обязательно загляните в описание, там ссылки на два Телеграм-канала, второй Ютуб и Рутуб-канальчик. Подписывайтесь. И ставьте лайки под этим видео, пишите комментарии, если решите поддержать мой труд, там же в описании узнаете как. И позволю себе поделиться новостями, которые мне показались интересными, на мой взгляд. В Нидерландах, в городке Утрахт, ну в городе Утрахт, закрывают пункт временного размещения беженцев из Украины в связи с его переполненностью. Такие вот жесткие меры принимают Нидерланды, которые одновременно с этим готовы оказывать военную помощь и выделили несколько этих самолетов-истребителей F-16 для Украины. А беженцам вот помощь сворачивают. У Европы вообще возникает все больше разногласий и проблем в связи с происходящим. The Washington Post пишет о том, что Дональд Туск привел в замешательство и негодование германский эстеблишмент. Дональд Туск сказал следующее примерно в своей соцсети ИКС прекрасного Илона Маска. Он сказал, что посоветовал, ну вкратце, если заткнуться и извиниться тем, кто настаивает на расследовании дела о взрывах северного потока газопровода из России в Северную Европу. И по этому делу, более того, хотят немцы, германцы арестовать какого-то деятеля, который в Польше просит его выдать. Польша отвечает отказом и кого-то уже там арестовали. Я в это не заглядываю, но хвосты торчат. И руководство Украины говорит, что не было в курсе, а потом кто-то говорит, что они были в курсе. Мутняк всплывает и Германия разочарована, потому что Германия кроме убытков не имеет от этой истории ничего. Вот они уже сообщили о том, что прекращают в дальнейшем поставки оружия Украине. И новость эта, честно, радостная, потому что чем скорее оружие прекратит греметь, тем быстрее иссякнет поток беженцев и люди начнут возвращаться в свои дома. А этого хочется больше всего. Чтобы начались переговоры, чтобы переступали через свою гордыню, чтобы шли на компромиссы. Потому что чем дольше длится тишина, не гремят орудия, выстрелы, тем больше жизней сохраняется. Я вижу сие именно таким образом. Что ж, а в том, что касается молитв, молитесь, молитесь. Главное, на мой взгляд, молиться, чтобы Отец Небесный вразумил нас. И о том, чтобы Отец Небесный разрешил все к добру и к благости на свое усмотрение, по мудрости своей. На мой взгляд, это самая хорошая молитва, которая может быть произнесена. И напоследок добавлю, то, что происходит в Европе, действительно интересно. У них истекают ресурсы. Европа слишком превознесена и расхвалена. У них не так много ресурсов. Европа пришиблена. Сейчас я процитирую. Деструктивными, неолиберальными, идеологическими установками. Это действительно так. Они ими измождены и обескровлены. Европейцы. И много всего. Много всего. Разрушенный институт семьи. Норма превращена во что-то запретное. И наоборот. И поэтому на самом деле в Европе много будет последователей. Не сразу, но будут последователи, которые возрадуются указу президента России о том, что добро пожаловать. Если, конечно, это будет именно в отношении европейцев. Как интересно, а что имелось в виду под словами «разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности». Духовно это христиане получается? Отлично. Отлично. Поживем. Увидим, как оно выйдет. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мою деятельность. Знаете, Россия обескровлена. Если уж кого-то сюда приглашать, то давайте, да, действительно, тех, кто разделяет наши духовно-нравственные ценности. Хорошего вечерочка. Улыбайтесь почаще и физкультурьте. На маленьком телеграм-канале я выкладываю свои физкультурные экзерцисы. Присоединяйтесь.